750 журналистских работ практически из всех регионов страны были представлены на конкурс «Щит и перо» в этом году. Их авторы – журналисты федеральных и региональных СМИ, сотрудники органов внутренних дел, представители правоохранительных органов и масс-медиа государств участников СНГ. Подведение итогов и награждение лучших прошло на сцене Пермского театра, оперы и балета. И наша сегодняшняя встреча посвящена тем, кто наиболее активно, качественно и объективно освещает нашу деятельность. Кто рассказывает широкой аудитории о наших успехах, лучших сотрудников, военнослужащих, заслуженных ветеранов Министерства внутренних дел. Помогает нам лучше видеть и устоять недостатки в работе. По три финалиста было отобрано в каждой из семи номинаций. На сот профессионалов были представлены теле- и радиосюжеты, документальные фильмы, печатные материалы, а также различные мероприятия, акции и интернет-проекты. Награды победителям вручали не только представители МВД, но и общественные деятели, журналисты. В церемонии награждения принял участие губернатор при Камье Виктор Басаргин. За последние годы информационный обмен между Министерством внутренних дел, между населением увеличился в разы. И, мне кажется, население стало больше понимать, больше воспринимать, с доверием относиться к вашей работе. Очень многое говорили. А как же построить этот мост между вами, информационными службами и теми людьми, кто смотрит это в наших информационных каналах? Побольше фильмов, побольше интересных сюжетов, побольше смысла в этом во всем. И просто сказать о том, что что-то было, случилось и так далее. И вы эту работу выполняете на акценту отличную. В юбилейный год Великой Победы немало конкурсантов посвятили своей работе подвигу советского народа. В связи с чем МВД России учредила специальные призы за лучшие конкурсные работы, посвященные военной тематике. Наталья Попова, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта».